Румяная, ароматная, свежайшая выпечка на прилавке уже никому не нужна. Продать ее не удалось, а само кафе «Седьмой причал» доживает последние минуты. Владельцы в спешке выносят свое имущество. Часная собственность, выйдите, пожалуйста, из помещения. Выходите. А вы знаете, что незаконно? Выходите, девушка. А почему торговали до последнего дня? Выйдите из помещения. Выйдите из помещения. Сейчас полицию вызову. Выходите. Вот уже два года павильон стоял здесь незаконно. У владельцев кафе давно закончился договор аренды земли, говорят в прокуратуре. Плюс благами цивилизации, вода и электричество, канализации, собственники пользовались нелегально. Служил обращением в суд. Это жалобы жителей ближайших домов. То есть в связи с тем, что здесь антисанитария. Ну и, соответственно, тоже выходили в ходе проверки, были установлены, что обслуживание в указанном учреждении не соответствовало требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Суд решил павильон демонтировать. Собственники со сносом не торопились. Пришлось нанять подрядную организацию. Оплатить эту работу владельцам кафе придется из своего кармана. Хотя они, видимо, до последнего не верили в такой исход. Готовили еду в этой столовой до последнего момента, вплоть до демонтажа киоска. Печки только что вынесли, и пирожки в ней еще даже не остыли. Таких крупногабаритных самовольных построек в Самарском районе осталось всего пять. Их ждет та же судьба, что и кафе «Седьмой причал». Мелкие незаконные киоски ликвидировали полностью. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События.